Улица Куйбышева – одно из отделений Центра социального обслуживания населения «Доверие в Димитровграде». Здесь занимаются реабилитацией детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Во время самоизоляции занятия не прекращались, а проходили онлайн. Сейчас со снятием ряда ограничительных мер специалисты приступили к привычной работе. Правда, пока уроки проводятся индивидуально и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Со вчерашнего дня наше учреждение, комплексный центр социального обслуживания «Доверие в городе Димитровграде» приступил к работе с детьми, подростками и молодыми инвалидами. Граждане 65+, с которыми мы работаем, продолжают оставаться дома, и мы продолжаем с ними работу в режиме онлайн. В этом отделении Центра находится на обслуживании 90 детей. Все ребята разные. Для каждого подбирается индивидуальное занятие. Восьмилетняя Маша занимается с музыкальным педагогом. Девочка очень старается, и реабилитация дает свои результаты. Маша сегодня на первом занятии. Пока все в порядке. Вспоминаем пройденный материал, повторяем полученные и закрепленные навыки. Сейчас мы в начале занятия с ней занимаемся разминкой, пальчиковой гимнастикой занимаемся. Машу привела на занятия мама. Женщина признается, дочка очень скучала по педагогам и общению. Очень соскучилась и по воспитателям, и по центру очень соскучилась. Устали дома сидеть уже. Ребенок сегодня с удовольствием пошел на занятия? Ой, с удовольствием. Я и вчера собирала ее вечером. Говорю, Машенька, пойдем к ребяткам. Она говорит, пойдем обязательно, мам. Реабилитация ведется по всем направлениям. Лечебная физкультура, рисование, занятия с психологом. Корова, значит, нужное животное для человека. Пользы много приносит? Да. Психолог центра отмечает, что хоть ребята немного отвыкли от общения с педагогом вживую, занимаются желанием. С удовольствием. Детки соскучились, мы соскучились. Они сейчас с удовольствием идут на занятия. Стремятся задержаться даже подольше на занятия. Всем уже хочется контактировать, заниматься. Татьяна Елисеева, Тарас Шкуренко. Специально для репортер 73 из Димитровграда.